Город, который вы знаете. Знакомьтесь с историей Мурома в вопросах и ответах краеведческой телевикторины «Я знаю свой город». Сегодня 32-й вопрос. Этот особняк на современной улице Тимирязева – памятник архитектуры. В 19-м столетии он в разное время принадлежал известным муромским купцам Григорию Шведову и Максиму Кратыгину. Здесь размещались также офицерские квартиры пехотного батальона, ветеринарный лазарет, реальное училище. А вот какое событие произошло в нем в 17-м году прошлого столетия, знала победительница 31-й телевикторины «Я знаю свой город». За это она получает призы от спонсоров проекта. 30 октября 1917 года в этом здании была провозглашена советская власть в Муроме. Был избран совет рабочих и солдатских депутатов и также исполнительная власть. В последствии на доме было вывешено в честь этого события мемориальная доска. Я знаю и люблю свой город. И хочу, чтобы молодежь ценила и уважала свою малую родину. В этом году современному муромскому гербу исполнилось 236 лет. Именно тогда почетное место на голубом фоне заняли муромские калачи, которые пришлись по вкусу самой Екатерине II. До этого периода городской символикой служили военные знамена и иконы. При Петре I в 1722 году была организована геральмейстерская контора, которая ведала составлением гербов. Но что интересно, герб получил не город Муром, а муромский полк, который городу передал эту эмблему. Правда, первый герб просуществовал не очень долго. Уже при Екатерине Великой в 1781 году Муром получил новый герб, который сохраняется до сих пор. А вот на первом гербе картина была совсем иная. Там была изображена высокая гора, на ней стояла кремлевская стена с семью зубцами, а наверху было облако, из которого выходила рука, которая держала один предмет. И вот вопрос такой, что же за предмет находился в этой руке? Вопрос 32-й краеведческой викторины звучит так. Что держала рука, изображенная на первом гербе Мурома? Если вы знаете ответ, ждем его во вторник. С 14 до 15 часов по телефону студии 99855. Победитель получит приз. Регина Ломакина, Александр Симонов. Специально для новости Мура. Викторина проводится при главной финансовой поддержке магазина игрушек «Бегемотик», а также магазина подростковой одежды «Белая ворона». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова